Папуа-Новая Гвинея Джудит живет в городе Лаэ. Джудит и ее дочь Марджолейн очень близки и любят играть вместе. Марджолейн удочерили, когда она была еще ребенком. Однажды Джудит шла домой и услышала крики, доносящиеся с находящегося рядом кладбища. Она пошла на кладбище и нашла плачущего ребенка в ужасном состоянии. Джудит взяла осиротевшую девочку домой и возвратила ее к здоровой жизни. Марджолейн живет с Джудит до сих пор, и они очень любят друг друга. Джудит так заботится о людях вокруг и посвящает много времени, чтобы менять их жизнь. Сегодня она учит группу людей, как позволить Богу участвовать в их жизни. Джудит проводит занятия с этой группой уже в течение некоторого времени. На эти встречи часто приходят новые люди. Джудит объясняет им, что их цели, ежедневные привычки, а также практические навыки, все играет определенную роль в достижении успеха. Она обязательно ставит Бога в центр. Большинство людей в этой группе не имеют постоянной работы, и для них важно обучиться нужным навыкам. Некоторые из них не отказались от злоупотребления алкоголем или наркотиками, а другие не имеют образования, необходимого для получения достойной работы. А у других есть что-то еще, что препятствует новым возможностям. Таким образом, Джудит пытается дать им практические навыки, чтобы они обрели прочную основу в жизни. После обсуждения в классе урок переходит в практическое занятие. Сегодня группа изучает, как делать мыло, ручной работы. Они проходят весь процесс от начала до конца. Это займет несколько часов, нужно пройти через каждый шаг, но они наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе. Они изучают ингредиенты, как правильно их сочетать и нагревать смесь, и сколько времени нужно, чтобы она застыла. И в конце пахнущее высококачественное мыло. Это ценный навык для членов группы. Они могут воспользоваться тем, чему научились, и продавать мыло, чтобы получить доход и прокормить свои семьи. Это всего лишь один из способов, как они могут обогащать свою жизнь и заботиться о семьях. Это длительный процесс, и только по милости Божьей можно помочь им. Поэтому я просто рассчитываю на Божью благодать и делаю то, чем могу помочь. Джудит гордится тем, что вносит свой вклад в достижения ими успеха. У нее есть желание помочь людям. Ее сердце открыто для миссии, в частности, детского служения. В эту субботу Джудит посещает церковь в Придгорье. Она говорит с детьми и рассказывает им истории. Она хочет, чтобы они знали, что Иисус заботится о них так же, как и она. К сожалению, многие дети из общины обижены родителями. Джудит хочет поделиться обнадеживающими словами, которыми дети из церкви могут поделиться с другими учениками. Она обучает родителей, давая хорошие советы по воспитанию детей. Одно, что я хотела бы попросить у Всемирной Церкви, это молиться о детях, которые страдают от всех форм насилия и халатности. Некоторые из них страдают от непреднамеренных ошибок родителей. Родители считают, что раз их воспитывали таким образом, то это правильный способ воспитания детей. В понимании родителей, они могут бить своего ребенка, и для них это является нормальным, поскольку их самих так воспитывали. Церковь Папуа Новой Гвинеи заполнена детьми, которые любят Господа и хотят исполнять Его волю. Часто там не хватает места для них. В этом квартале часть ваших пожертвований будет направлена для создания убежища для агнсов, где дети могут совершать богослужения и иметь свое отдельное помещение. Им необходимо безопасное место, куда они могут привезти своих друзей, которые могут и не знать об Иисусе. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас приношениями, чтобы дать надежду всем детям. Данный материал предоставлен при поддержке телеканала Надия.